Приветствую вас. Вы знаете, попытался я в вашем тексте найти запрос, то есть, ну, что можно было бы взять в качестве запроса, в качестве запроса, конкретно, да, на что можно было бы ответить, что можно было бы использовать, вот. Так получается, что вы хотите, чтобы мы вам помогли с мамой помириться, если я правильно понял. Я вам хочу сразу сказать, что со своей мамой вы помириться не сможете, хотя бы просто потому, что, ну вот, что она, вот она такая, что она сравнивает, да, что ей, ну, как бы ей важно. Ей важно именно, значит, чтобы вы чего-то добились, чтобы вы, там, к примеру, ну, были кем-то, да, вот, чтобы вы стали кем-то. Это для нее действительно очень важно. Вот. И, понимаете, вам ее не переделать по факту. Вам ее по факту не переделать. То есть, она, вот, она такая будет. И, что вы хотите здесь, да, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, не очень, не очень понятно. Но, на мой взгляд, что вам нужно, что вам нужно, чтобы, эм, эм, ваша мама приняла вас, вот, эм, она не принес, ну, по крайней мере, до тех пор, пока вы не принимаете. не будете делать то, что хочет она, понимаете, вот. А полюбит ли она вас? Нет, не полюбит, потому что, если для нее важны какие-то, там, допустим, ну, какие-то услуги, да, услуги точнее, вот, если для нее важны какие-то моменты, вот, что не полюбит. Понимаете, другое дело, что у вас это задевает почему-то. Понимаете, какая история. Другое дело, что вас этот момент задевает. Вот это, это да. Это действительно важно. Просто вас задевает, что вас сравнивают с другими, вот. То, что вы явно, ну, в себе не уверены до конца. То, что вы явно себя недооцениваете. вот это все действительно важно. И, а, именно на это, на мой взгляд, и нужно обратить ваше внимание. Самое пристальное. Вот. Смотрите. Значит. Мои родители пищевые за 6 год назад. Все эти 24 года в моей семье были скандалы. Да? То есть, смотрите, у вашего отца не получилось построить, получается, семью. А, точно. Постоянно скандалили. Постоянно ссорились. Вот. И так далее. А вы, по факту, получается, тоже уже имеете ребенка. Да? А, вот. От мужчины, с которым у вас, судя по тому, что я понял, поправьте меня, если я ошибаюсь, отношений у вас нет. То есть, это тоже отношения там у вас, ну, не складывают. Вот. Вот. Хотя, такая история. Вот. И это все, на мой взгляд, ну, видна важные аспекты. Вот. Все это, на мой взгляд, видна важные моменты. То есть, вы, вероятно, себя недооцениваете настолько сильно, вот, что готовы, значит, сюда же вот, ну, с мужчиной, а с мужчиной зарекомендовать себя, вот, не получается. Вот. Я вас, если что, не обвиняю. Да? Я просто хочу, чтобы, чтобы вы поняли проблему. Вот. Понятно, что скандалы вас травмировали. И, понятно, что вам мама ваша внушила, да, какой вы, к примеру, должны быть. Вот. И что, если вы не такая, как она, то, наверное, вы не значит плоха. Вот. Короче, здесь нужно работать над вашей уверенностью в себе. Да? Так. Значит, мама сейчас сидит с внучкой, садик не берет пока не исполнится три года. Ну вот, понимаете, да, то есть, совершенно непонятно, с какой целью вы, любовь, родили ребёнка. Да. То есть, если вам нужно, чтобы она была в садике. Дочь. То есть, зачем вы рожали ребёнка, чтобы его можно было потом направить. То есть, для чего вам ребёнок вообще нужен, в таком случае. Вот. Соответственно, вот, да, это важный вопрос. Это очень важный вопрос, очень важный момент. Вот. Зачем ребёнок нужен, в таком случае? Чтобы, чтобы в садике был? Или как? Или, или что? Понимаете? Вот. То есть, вот, на мой взгляд, это тоже очень, очень, такая важная история, ну, собственно, которую нужно исследовать. На мой, опять же, взгляд. По моему, опять же, мнению. Вот. Дальше. Так. Значит. Дело в том, что у меня есть старшая сестра, она уже давно замужем, есть ребёнок. Словно добилась сама, есть такой четвертым. Моя мама любит больше старше сестра, чем меня. Возможно. 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 Но, подумайте, любовь. Идёт ли речь о любви? Вот, можно ли назвать любовью то, что мама чувствует, к примеру, к своей старшей дочке? Что-то она её усещает, да, она говорит, вот, какая она у меня молодец, там, к примеру, гордиться ею, вот. Но, можно ли считать это любовью, любовью, вот именно любовью прямо? На мой взгляд, нет. На мой взгляд, нельзя, потому что любовь – это, безусловно, принятие человека. А здесь, ни о каком, безусловном, принятии человека, речи, вообще, в принципе, не идёт. Вот. Так что, любви, любви, как таковой, тут нет. Она не любит ни вас, ни своей старшей дочке. Старшая дочь она любит, условно, только, потому что та, чего-то сама добилась в жизни, вот. Ну, и всё, как бы, вот. Поэтому, возможно, старшая дочь и стала той, чем она стала. Вот. Счастлива ли она? На мой взгляд, вряд ли. Ну, вряд ли можно быть, вряд ли можно быть, ну, вряд ли можно быть счастливым в данных обстоятельствах. Вот. Другой вопрос, другой вопрос. Чего не хватает вам? Ну, это совсем уже другой вопрос. Я не шучу. Сейчас. Вот. То есть, чего не хватает именно вам? Что нужно вам? Из-за чего вы расстроены? Ведь это же, чувство-то ваше, вы же, из-за чего вы расстроены. Понимаете? Какой момент. Так. Значит, она всегда стоит пример. Так. Всегда меня с ним сравнивали. В последнее время пытались поговорить, только хуже начинались скандалы. Пытались поговорить. Зачем? Пытались поговорить, чтобы что? О чем вы пытались поговорить? О чем вы пытались поговорить? О, скандалы начинались по поводу чего? О. О. То есть, это, ну, вот, это, такие очень важные моменты, на самом деле, которые вам, ну, нужно разобрать, да? Надо отличить, ну, нужно отличать, а, свои желания, свои чувства, с того, что вы хотите, то, что вы хотите, от, а, других людей. Ну, потому что, а, пока, получается, что, свои желания, вы пытаетесь реализовать, да, все другие. Вы, и, ладно. И вам не хватает любви. Это очевидно. Вам не хватает любви. Вы, э-ээ, вы нуждаете в любви, в одобрения и так далее. Вот. Что, почему? А потому что вы сравниваете себя, э-э-ээм, тоже, с э-ээ, с э-ээ, с э-ээ. Ну и пытайтесь, ну как бы боретесь, я так предополагаю, боретесь за внимание мамы, вот, а эта борьба, она, по сути дела, бесконечна, бесконечна, потому что ваша мама, она никогда не будет довольна, можете мне в этом поверить, вот. Дальше. Своим отцом я помирилась, в том, в чем может помогать. Стернет помирились, а вы ругались? Если так, то скажите, пожалуйста, из-за чего вы ругались своим отцом? Потому что, ну мне, например, не понятно, из-за чего могли ругаться, пойматься. Из-за того, что он ушел из семьи, а если он несчастен был, как тогда быть ему. То есть, ну хорошо, вы помирились с отцом своим. Каким вы выводом пришли? Какое, какое вы, ну, какие вы решения приняли? Кто-то вам помогает это и есть, а по вашему, ну, результат примирения. Я вам скажу, что нет, 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 нет и еще раз, нет. Это ни в коем случае не является результатом примирения. Вот. Я вам даже могу больше сказать, что ваш отец, он не должен вам помогать. Вот. Ну, я правда не уверен, что вы это примете. Я не уверен, что вы это примете. Но ваш отец, он не должен вам помогать. Потому что у вас, как бы, своя жизнь, а у него своя и вы идете разными путями, разными дорогами, это нормально. Вы говорите, что я не могу наладить отношения с мамой. Вот. Но зачем вам наладить отношения с мамой? То есть вы это хотите сделать, чтобы что, для чего вы хотите это сделать? Эммм, пока я вижу факт, что вы это хотите сделать для себя только. Поправьте меня, если я ошибаюсь. То есть определитесь с целями, зачем я хочу наладить отношения с мамой. Особенно, если она, к примеру, этого, допустим, ну, если она этого не хочет. Вот. Ну, что мне её заставлять, допустим? Ну, конечно, нет. Ничего хорошего не будет, если вы её будете заставлять. Вот. А что тогда? Это уже первый вопрос. Понимаете? Вот. То есть это, это вопрос, вопрос именно к вам. А? То есть это вопросы уже, они, достаточно серьезные и важные. Вопросы, связанные с вашей, ну, самостоятельностью. Так, не знаю, как наладить отношения с мамой. Никак. Ей не выгодно с вами наладить отношения. Она и так чувствует, что делает для вас много. Зачем ей относиться к вам лучше? Вот. Вы сможете только тогда наладить свои отношения с мамой. То есть довести эти отношения до приемлемого уровня. Когда будете, ну, чувствовать себя достойным. То есть когда с достоинством будете относиться к самой себя. Вот. Пока этого не происходит, ни о каких, ни о каком наладчивании отношений с мамой речи быть не может. К сожалению. Ну, а в этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Честно признаюсь, несколько странный вопрос, да. То есть я понимаю проблему, да. Я ещё раз повторю, я понимаю проблему. Вашу проблему я понимаю прекрасно. Вот. Но запрос не связан с этой проблематикой. Запрос связан вообще с другим. Вот. Вот. И это очень грустно. Это очень-очень печально. Потому что, ну, сейчас вот на данный момент вы идёте по пути деструкции, к сожалению. Вот. Потому что вы завистили от другого человека. Ну, от других людей завистили сейчас. Вот. При том, что вы работаете. При том, что у вас есть ребёнок. Вот. Вот. Но именно вот непонимание того, для чего я это делаю, зачем я это делаю. Да. Именно непонимание того, зачем мне ребёнок и чего, например, хочу я. Да. Вот. Именно непонимание этого, на мой взгляд, и ведёт, по сути, к, ну, вот данной проблеме вашей. Потому что, к примеру, если бы вы, а, знали, изначально, что вы хотите, хотите, то проблемы так не было. Я более чем уверен. Так что, вам нужно не от мамы, а, пытаться, а, найти общий язык. А, вам нужно тээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ На этом все, надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.